Здравствуйте, уважаемые слушатели! Бакалавриат, специалист теплоэнергетика, монтаж и эксплуатация оборудования тепловых сетей. Лекция номер 3. Тема «Требования к устройству наружных водяных тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения». Лектор Исаев Валерий Львович, кандидат технических наук, доцент кафедры энергетической системы. Эта лекция является продолжением предыдущей лекции, связанной с подготовкой и организацией строительства и монтажа, ремонта и эксплуатации тепловых сетей. Контурно в общем понимании были изложены основные вопросы, связанные с проектированием и обустройством организации строительства и монтажа, а также ремонта и эксплуатации тепловых сетей. Но прежде чем подойти к пониманию вопроса монтажа, очень важно знать сам вопрос, что такое тепловые сети, как они устроены, какие требования к устройству наружных тепловых водяных сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения. Поэтому постановка темы актуальна для развития предыдущей темы и в соответствии с требованием дисциплины монтаж и эксплуатации оборудования тепловых сетей. Рассматриваемые вопросы тепловые сети, назначение состава и устройства, способы прокладки и конструкции теплопровода. Об этих вопросах я вскользь уже указывал в предыдущей лекции. Сейчас мы более углубленно посмотрим эти все вопросы. Наименьшее расстояние в свету по горизонтали до зданий, сооружений и тепловых сетей. Конструктивные размеры некоторой арматуры, например, диаметр штуцеров и запорная арматура для воздушников и спускников в воздух. Тепловые пункты в структуре систем теплоснабжения. В качестве примера предлагаю вам участок теплосети к центральным тепловым распределительным пунктам и тепловыми пунктами на магистральных сетях. Повторим немножко, вернемся к такому вопросу, что такое тепловые сети. Тепловые сети предназначены для транспортировки тепла, заключенных в сетевой воде от теплоисточника до теплопотребителя. В соответствии с теми значениями тепловых нагрузок или количеством тепла, требующих для данных потребителей, для которых предназначены тепловые сети. Магистральные сети являются суммарными по тепловой нагрузке, заключенные в сетевой воде. И далее в тепловых пунктах на отвекление происходит распределение количества тепла в соответствии с потребностями данных потребителей. Или с районов потребителей, или кварковых потребителей, либо отдельных предприятий, больших, или малых. Ну, это в частном случае все это рассматривается. И в проекте предусматривается. Проект строительства, проект монтажа тепловых сетей. Основные узлы тепловой сети – это центральный распределительный пункт, который расположен вблизи теплоисточника. Он предназначен для распределения, установления требуемых параметров давления, температуры сетевой воды и равниё расходы. Которая направляется в линию подачи магистральных тепловых сетей. И вот я показываю вам в посетке до первого отступления первого теплового пункта на какой-то район для обеспечения его теплооскоржения. Далее магистральная сеть проволагает свою установку до следующего павильона. Расстояние от центрального распределительного пункта до первого теплового пункта для каждой магистральной сети сугубо индивидуально. Зависят от плана города, от интенсивности застройки, от наличия теплопотребителей на том расстоянии, которое в данном случае меняется для каждого района города, для каждого отступления тепловых магистральных сетей от центрального распределительного пункта. Здесь показана одна линия, но таких линий может быть несколько, если город имеет большое разрешение и будет соответствующее разрешение тепловых сетей. Поэтому в проектах устанавливается после составления тепловой карты в городе размещение на ней районного источника тепла или источника теплоопределения границ централизованного теплооснабжения города. И в связи с этим определяется направление линий магистральных сетей, установление их оси, прокладки и все остальные параметры, о которых я говорил в предыдущей лекции. Для того, чтобы сети работали в нормальном режиме, в режиме расширения в процессе нагревания, удлинения трубопровода, и предотвращения механических повреждений в результате расширения трубопровода, устанавливают неподвижные опоры и компенсаторы тепловых расширений. Так вот, основная неподвижная опора устанавливается в ЦТРП, и далее по расчету тепловых расширений, местах откреплений, поворотов устанавливается в соответствии с неподвижной опорой. Подвижная опора устанавливается по нормативным значениям в зависимости от диаметра трубопровода между неподвижными опорами. Их количество также определяется диаметром и местностью, состоянием места. Тепломагистраль обозначается определенным названием, как это, магистраль номер один, например, магистральная линия. И там указывается, какой диаметр трубопровода на подачу миллиметров, его протяженность и так далее. По всем линиям прокладки магистральной сети это указывается для облегчения, как проектированным, как и обслуживанным. Ну, повторяю, что тепломагистральные сети служат для соединения теплоисточника с целью подачи тепла в сетевой воде теплопотребителям. Вот основное изучение тепла в сетях. Заданными параметрами температура, давление, расход. Повторяю, что магистральные тепловые сети представляют собой, как главные теплопроводы, соединяющие теплопотребителя с целью теплоисточника. На ответвлениях тепловым сетям устанавливаются тепловые пункты, в которых происходит регулировка сетевой воды по параметрам давления, температура и расход. Распределяю непосредственно теплопотребителям, квартальным распределителям сетям. Распределительные сети или межквартальные сети, отлетяющиеся непосредственно от магистральных тепловых сетей, распределяют и транспортируют сетевую воду ко всем квартовым городам. Теплопроводы таких сетей обладают меньшим диаметром и длиной, чем магистральные сети. Ну это естественно. Чем меньше тепла будет распределено для потребителей, тем, естественно, диаметром трубопровода будет меньше. Внутриквартальные сети. После распределительных сетей идет распределение по кварталу. То есть межквартальные сети, внутриквартальные, подводят тепловую энергию непосредственно от распределительных сетей к тепловому пункту теплопотребителя. Трастирование тепловых сетей на плане и профиле города начинает с магистральных сетей, от которых зависит правильное построение распределительных и внутриквартальных сетей. Магистральные тепловые сети разделяются по конфигурациям и особенностям расчета и эксплуатации, как тупиковые или радиальные, и кольцевые. Протяженность тепловых магистральных сетей короче, стоимость их меньше и проще расчет. Однако кольцевые магистрали обеспечивают наилучшую надежность и дают возможность поддерживать в системе тепловых сетей устойчивые гидравлические режимы. Напомню, что устойчивость определяется коэффициентом устойчивости как отношение количества воды или объема воды, циркулирующей в данный момент на данном участке сети к общему объему сети или расчетному объему сети, к воде сети. Он стремится должен быть к единицею. То есть он устойчивость должна стремиться к единицею. Ну, конечно, не обеспечивается к единицею, но стремятся к единицею. Неодинаковые потери давления, возникающие в сетях кольцевой магистрали при различной нагрузке систем потребления систематических или аварийных отключений крупных потребителей выравниваются легче. Кроме того, при кольцевой прокладке магистрали ремонт или авария отдельного участка сети в меньшей степени нарушает эксплуатацию системы теплоснабжения. Следует учитывать при выборе трассы тепловых сетей в плане города следующие соображения. Магистральные сети должны проходить вблизи центра тепловых нагрузок в городе. Трасса магистральных теплопроводов должна быть по возможности короче. Тепловые сети не должны прокладываться под землей в затопляемых районах города. и не должны укладываться ниже уровня стояния грунтовых вод. Магистральные теплосети должны прокладываться таким расчетом, чтобы сооружение не создавало трудностей в существующей и перспективной застройке города, а также в системе транспорта и линии пешеходных и транспортных магистралей. Тепловые сети по возможности должны быть экономически оправданы и надежны в эксплуатации. Трассы магистральной тепловой сети выбираются так, чтобы возможно лучше обеспечить их надежную работу в особых аварийных режимах и фасмажорных обстоятельствах. Прокладка и эффективное оформление отдельных элементов тепловой сети должны адекватной быть требованием общей эстетической застройки города. На плане города прокладка тепловых сетей по возможности совмещается с другими инженерными сетями, особенно при надземных эстакадах или проходных подземных каналах и т.д. не следует прокладывать под землей тепловые сети вдоль электрофицированных железных и кровальных путей в связи с тем, что особенно в водонасыщенных грунтах наличие болтающих токов вызывает электрокоррозию металла в теплопроводе. Не следует прокладывать под землей тепловые сети в вечно мертвых грунтах во избежание опасного оттаивания, а также в солончаковых грунтах, которые в осеннем, особенно в осеннем и зимнем, в осеннем и весеннем намокании агрессивно действует на металл. На тепловой карте кольцевые магистральные тепловые сети проложены в пламя города в пределах квартала, чтобы не загружать в проезжей части улицы. В новых квартах современной планировки линии застройки должны быть отодвинуты от красных линий улиц. Расстояние между ними достигает до 12 метров, то есть достаточные для прокладки тепловых сетей в этой зоне. И в этой зоне создаются возможности строительства сети с П-образными компенсаторами. Если такой возможности нет, то П-образные компенсаторы, очень эффективные средства компенсации тепловых расширений, приходится заменять более сложными компенсаторами в связи с их сложностью обслуживания. Например, сальников компенсаторов. Сети стараются приблизить к зданиям, чтобы обойтись без устройства камер. Особенно эффективно используются подвалы зданий для разрешения запорной арматуры от петли. Запускается строительство теплосетей в подвальных помещениях зданий. Однако здесь тоже имеются недостатки в связи с необходимостью ремонта тепловых сетей. Запускается эффективно, наверное, все-таки считать прокладку квартальных сетей подвальных. Магистральные сети взяли там, допустим, 1 метр 900 миллиметров, даже 500 миллиметров внутри здания. Это опаснее для здания в случае аварий или больших утечек, свящей, пожилы, трубопроводы. можно разумствовать здания. Поэтому тут надо подходить разумно к прокладке таких теплосетей из-за безопасности для теплопотребителей. Трассу тепловой сети необходимо не только нанести на план города, но решить прокладку ее в отметках по вертикали по отношению к поверхности земли. Трассы сети в плане на профиле местности должны быть укажены увязанными высотой. Подземная прокладка тепловой сети Подземная прокладка может осуществляться в проходных каналах, безканальная подземная прокладка, в прокладках непроходных каналов, полупроходных каналов, обвалований, то есть на поверхности земли, либо нескольком углублении обваловываются сети в местах обводнения или солончаковых зонах, в грунтах солончаковых зонах. Может быть устанавливаться на эстакадах низких средней высоты и высоких эстакадах. это уже не подземная прокладка, а установление из подземной прокладки. Называется надземная прокладка. Подземные тепловые сети прокладывают обычно за двух метров. бесконально в непроходных каналах высота, которая определяется только от диаметра торгового провода. В полупроходных каналах высота от 1,7 до 1,6 метров. В проходных каналах высота достигает этих каналах от 2,1 до 3 метров. надземная прокладка. Надземная прокладка. по существующим строительным нормам и правилам рекомендуется вооружать промышленным зонам. Но особенно квартальные линии приходится прокладывать надземно. Надземная прокладка прокладка должна быть тщательно продумана и спроектирована таким образом, чтобы согласоваться по эстетическому соответствию планы города и окружающих строений. Архитектура не должна нарушаться самими тепловыми сетями. Преимущество прокладки надземного тепла. Надземным тепловым сетям не угрожает грунтовая поверхностная вода. Надземная прокладка на засоленных грунтах очень эффективна. И защита от блуждающих топов. эффективность расположения на опорах при надземной прокладке тепловой сети. Кроме того, надземные тепловые сети очень эффективны для наружного осмотра и удобны в эксплуатации. А также своевременно обнаруживается аварийные и предаварийные ситуации, связанные с появлением свечей, нарушением теплоизоляции, состояние опор при надземной прокладке очень приемлемо для эксплуатационного гляда. Надземные тепловые сети кроме того, еще и экономически выгодны, так как дешевле сооружаются. наиболее приемлемо при интенсивности строительских городов и прокладке нескольких линий технических, например, водоводы, водоснабжение, линии связи, линии сжатого воздуха могут быть установлены, технические трубопроводы и совмещение с такими прокладками инженерных сетей, прокладки водяных тепловых сетей, приемлемо и экономически оправдывается. Вот вам пример тепловых сетей монтаж своеобразного компенсатора надземной прокладки. Здесь показано, вот это есть линия обрата и следующая линия подачи. Это показано сечение с тепловой изоляцией. Вот эта тепловая изоляция, это сама изолированная труба. Вот это линия магистральных сетей. сетей примерно 500 миллиметров яиц. На трубах здесь показан пример изоляционного укладки трубопровода. вот это есть показываем труба. Это редкий изоляционный слой трубы в заводских условиях мы выполняем. Здесь устанавливаем проводники индикаторы системы оперативного дистанционного контроля. Тепловая изоляция из пенополиуретана. там обязательно устанавливается кран для арматуры для соединения. Устанавливается воздухоотводчик системы отвода воздуха накапливания растворенного в сетевой воде для отвода этого воздуха при накоплении. Придут редакционный клапан для того, чтобы устанавливать приборы измерения давления. Наибольшее значение необходимо внимание обращать на соответствие установки оси теплосети по отношению к рядом стоящим сооружениям и зданиям. и различных технических путепроводов. Регламентируется наименьшее расстояние в свету по горизонтали до зданий, сооружений и тепловых сетей. теплосети от наружной стенки канала по горизонтали в метрах от оболочки бесканальной прокладки для подземных сетей до первое фундаментов зданий и сооружений 5 метров, фундаменты ограждений предприятий, ТСТК опор контактной сети и связи железнодорог полтора метра, оси крайнего пути железнодорог в колее 1520 мм, но не менее глубины франшей до подошвы насыпи составляет 4 метра. До бортового камня улицы, кромки проезжей части дороги, укрепленной полосы обочины составляет полтора метра. Фундамент опор воздушных линий электропередач напряжением до 1 кВт наружного освещения 1 метр, а для таких же передач напряжением до 35 кВт 2 метра. Вот основные такие параметры ограничения расстояния в свету по горизонтальной дознанию сооружения и тепловых сетей. Ограничивается диаметр суцировок и запорной натуры дренажных паропроводов в зависимости от условного диаметра паропровода. Условным диаметром называется диаметр в свету отверстия трубы. Или если будем рассматривать поток сетевой воды, это будет живое сечение потока. Диаметр штуцеров запора арматуры для спускников воздуха тоже определяется в зависимости от диаметра паропровода. И для диаметра трубопровода различного диаметра соответствующий круговый диаметр воздействия. Решите Вам выдать задание освоить тему, предоставить тизисы изученного, ответить на контрольный вопрос. Контрольный вопрос. Назначение тепловой сети. Какие существуют способы прокладки и конструкции тепловых сетей. Какое наименьшее расстояние в свету по горизонтали до здания сооружений тепловых сетей. Классификация диаметра штуцеров и запорной арматуры для воздушников и спускников. от чего зависит диаметр штуцеров для воздушников и спускников. Положение тепловых пунктов структуры системы тепловой ветерей. Спасибо за внимание. До следующей встречи. пунктов пунктов